привет привет продолжаем совершенствовать английский язык сегодня мы делаем четвертый тест быстрый тест уровень pre-intermediate книга english file для того кто не подписан пожалуйста подпишитесь на канал поддержите своим лайком подпиской поехали первое ну здесь в этом уроке мы будем говорить о present perfect настоящим present perfect совершенном времени и здесь смотрим какие нам предлагают варианты первое айв вот это айв это помните что это have сокращается что такое have откуда оно взялось have это вспомогательный глагол который никак не переводится но он нужен для того чтобы построить предложение в present perfect то есть и глагол в третьей форме например айф дан май хомбург я сделал мое домашнее задание то есть когда вы используете present perfect вы говорите о результате можете ставить галочку и говорит что вы что-то сделали или был поломан велосипед вы скажете айв вот это сокращенный вариант have это айв сокращенный вариант has будет апостроф с только апостроф с это когда у вас he she или it например she is she is fixed она поремонтировала she is fixed her bike она поремонтировала свой велик she is fixed her bike первое айв already just yet вот эти все слова они называются маркеры мы их используем для образования present perfect когда у вас есть эти слова очень часто для вас это палевная подсказка потому что именно present perfect нужно использовать какая разница already означает уже час только что yet в зависимости от того если у вас вопрос тогда еще не уже до объединил хомбург я ты уже сделал домашку уже когда вопрос у вас нет переводится как уже но когда у вас отрицание то это вы переводите как еще нет я еще не сделал домашку и отставится в конце предложения I've played three football matches this week еще запомните пожалуйста если вы говорите о количестве чего-то сделанного по состоянию нас сейчас то есть я просмотрел там например в этом году 10 фильмов вы скажете I have watched ten films this year I have watched ten films this year или же я написал пять писем сегодня вот такой заезженный пример будет I have written five letters today то есть или же вы можете сказать сколько раз вы смотрели какой-то фильм например I have watched this film three times already можно добавлять можно не добавлять здесь I've я уже сыграл три матча не только что сыграл третий матч а три матча в принципе в целом сыграл поэтому будет I have already played three football matches this week number two she is помните это сокращенный вариант has когда у нас present perfect she has never wear wore a hat in her life она никогда не носила шляпу в своей жизни носить одевать у них будет глагол wear да но глагол wear это неправильный глагол когда вы учите present perfect убедитесь что вы знаете или у вас есть рядом таблица неправильных глаголов потому что wear это неправильный глагол три формы быть wear wore worn вот они все все три формы глагола названы так как для present perfect нам нужно нужен глагол в третьей форме это третья колонка неправильных глаголов мы используем worn she's never worn a hat in her life она вообще никогда шляпу в своей жизни не носила number three did you ever bought anything on that website здесь смотрите present perfect может еще использоваться когда мы говорим о опыте опыт называется на английском языке experience то есть когда вы говорите о своем опыте о своем experience you use present perfect используйте present perfect потому что вы говорите о сейчас вот по состоянию на сейчас я не был в нью-йорке вы можете сказать i have never been to нью-йорк но вы еще живы и вы еще можете взъездить или слетать в нью-йорк вы еще можете посетить нью-йорк ok so did you ever bought no так не работает have has будет так как у нас you будет have you have you have you ever bought anything on that website что-нибудь покупал на этом сайте number four четвертое are they have they did they finished their breakfast yet вот когда у вас yet увидите yet вы понимаете что это present perfect означает уже finish заканчивать ты уже закончил свой breakfast то есть не ты потому что за я это их их то есть везде будет have they закончили ли они have they finished have they finished their breakfast yet number five rebecca isn't here here здесь rebecca здесь нет she she's just она just означает только что опять вот это слово которое любит очень present perfect already just yet she has или she's сокращение just go went gone она только что вышла she has just gone out почему gone по той же причине что present perfect нуждается в have или has правильно плюс глагол с окончанием не с окончанием а в третьей форме то есть это третья форма это либо окончание иди либо третья колонка неправильных глаголов вот у нас слово go неправильный глагол поэтому мы смотрим первая форма глагола будет go вторая форма будет went это went используется когда мы говорим о прошедшем времени и когда мы говорим о present perfect в совершенном настоящем времени когда говорим о действиях которые совершились на данный момент результате действий точнее то мы используем третью форму глагола gone go went gone go went gone gone третья форма или о нашем опыте то есть она только что вышла вот вот недавно действие произошло мы используем present perfect number six i've bought really nice for lunch are you hungry i've bought anything something nothing nothing это отрицание anything тоже может быть отрицанием когда у нас есть not предложение но здесь о чем идет речь то есть ты голодный i've bought really nice for lunch то есть на обед я купил что-то хорошее очень хорошее на обед anything нет здесь утвердительное предложение поэтому сам стан здесь самый оптимальный вариант i bought something really nice for lunch что-то something означает что-то number seven did hugo phone this afternoon hugo сегодня звонил почему здесь используется did почему здесь используется pass simple pass simple любит время конкретное время в прошлом когда мы говорим когда действие произошло мы отвечаем на вопрос когда вчера два дня тому назад две минуты тому назад вот did hugo phone this afternoon сегодня когда всегда когда ответ на вопрос когда when и у нас ответ на вопрос когда когда this afternoon мы используем past simple нет никто не звонил но anybody somebody nobody будет nobody phone потому что в коротких ответах отрицательных did you go there no nobody went there никто не ходил туда но нет них никто не ходил мы скажем никто не не ходил два отрицания в английском языке не может быть два отрицания nobody nobody found никто не звонил nobody found вот здесь отрицание в слове nobody nobody это по сути уже отрицание поэтому фонд мы перед фон не используем not nobody found nobody found nobody found восьмое we didn't go мы не ходили anywhere somewhere nowhere we didn't go exciting at the weekend мы никуда ни в какое интересное место не хотели никуда да nowhere we didn't go nowhere we didn't go nowhere можем сказать нет мы не можем nowhere сказать почему по той же причине которую я только что назвал смотрите didn't это отрицание у нас not стоит уже есть одно отрицание и ноу но считается отрицанием то есть это два отрицания английские предложения не любят двух отрицаний поэтому выбираем вариант с инивэр как сказать по-другому если вы хотите сказать со словом науэр можно сказать ой вент или у вентай вент ноуэр я никуда не ходил I went nowhere. Это первый вариант. I went nowhere. Вы можете сказать, я никуда не ходил. I went nowhere. Или можно также сказать, что я никуда не ходил. С помощью вспомогательного глагола did и частицы not мы добавляем сюда. I didn't go anywhere. Я никуда не ходил. I didn't go anywhere. Я никуда не ходил. I didn't go anywhere. I went nowhere. Можно так сказать, отрицание здесь, в слое nowhere. Или же I didn't. Отрицание у нас здесь, поэтому nowhere мы не можем использовать. Мы используем anywhere. I didn't go anywhere. Number nine. Have you ever? Have you ever? Это когда-либо, когда-нибудь. Мы говорим о нашем experience. Вот то, что я здесь писал. Experience – это наш опыт. So, have you ever been gone? Went to New York. Have you ever? Present perfect. Когда present perfect, то есть форма глагола третья должна быть. Went не подходит, потому что это вторая форма глагола. И у нас две трети формы глагола. Это глагол быть. Be was verb been. Третья форма. И глагола go – ходить. Go went gone. Третья форма. Have you ever? Ты когда-либо был в Нью-Йорке? Или ты когда-либо поехал в Нью-Йорк? Смотрите, в чем разница? Здесь важно понять разницу между been и gone. Been означает побывал, а gone – это уехал и еще там остался. То есть ты там. Например, я могу сказать, где Никита? Where is Никита? И мне отвечает мама Никиты. He has gone to New York. Он уехал в Нью-Йорк. То есть его сейчас нет здесь дома. Он уехал в Нью-Йорк. He has gone to New York. Но когда Никита здесь, он дома, и мы хотим сказать, что он побывал в Нью-Йорке, но уже вернулся, как бы побывал, будет been. Поэтому здесь правильный вариант у нас будет been. Have you ever been to New York? Ты когда-нибудь был в Нью-Йорке? Дальше. Десятые. Listen. Послушай. Listen. I have anything, something, nothing important to tell you. Послушай, у меня есть. У меня есть. Они всегда говорят не in me I have, in me is. Нет. Я имею, они скажут. I have. У меня есть, и я имею. Это одно и то же в английском языке будет. I have. Listen. I have anything, something, nothing. Important to tell you. Важное тебе сказать. Я имею что-нибудь, что-то важное, чтобы тебе сказать. I have something. Почему не для anything сказать? Anything используется в отрицательных обычно предложениях. I don't have anything to drink. Мне нечего пить. I don't have anything to drink. Или же можно сказать вот по этой аналогии I have nothing to drink. I have nothing to drink. Если у меня нет отрицательного вспомогательного глагола didn't. Или don't. I don't have nothing. То есть если нет don't, I don't have anything, я могу сказать I have nothing. I have nothing. Одиннадцатое предложение. They didn't, did, doesn't do anything on Sunday. То есть anything, это используется в отрицательных предложениях. Поэтому у меня должно быть предложение not. They didn't do anything. Они ничего не делали в воскресенье. Или they doesn't. Doesn't нельзя здесь использовать вообще. Почему? Потому что в they это они. Поэтому если использовать то don't, they don't do anything. Они вообще ничего не делают. They don't do anything on Sundays. Лучше сказать тогда будет they don't do anything on Sundays. Это present simple. Это означает, что они ничего не делают по воскресеньях. They don't do anything on Sundays. Но в этом случае я не говорю вообще в принципе они ничего не делают по воскресеньях. Я говорю в прошедшем времени, что они в воскресенье, которое было. Я имею в виду какое-то конкретное воскресенье в прошлом. То есть они ничего не делали в воскресенье. They didn't do anything on Sunday. Поэтому здесь я использую past simple. They didn't do anything on Sunday. И почему здесь nothing нельзя сказать? Потому что у нас отрицание вот здесь построено с помощью вспомогательного глагола did и частицы not. They didn't do anything. Но также, если я не хочу это использовать, я могу сказать тогда they did. Уже у меня будет утвердительная форма. Они делали ничего. They did nothing. Тогда мы меняем any на no и получается nothing. Они ничего не делали в воскресенье. They did nothing on Sunday. Или they didn't do anything on Sunday. Personally, to me, I like saying they didn't do anything on Sunday. Мне больше вариант didn't подходит. They didn't do anything on Sunday. Они ничего не делали в воскресенье. Дальше my aunt, моя тетя, my aunt, never. Вот опять у нас пареная подсказка. Еще вам напоминаю, когда у нас ever или never. Тогда это значит, что мы говорим о experience, об опыте. И тогда, значит, мы можем спокойно использовать present perfect. Present perfect, не забываем. Еще напоминаю вам форма какая. Это have либо has. И плюсуем глагол в третьей форме. So, ever, never, experience, experience, ends like this. My aunt has never, потому что тетя это она, используя has. My aunt has never flown anywhere. Никуда не летала, никогда. My aunt has never flown anywhere. Has never flown anywhere. Вот здесь у нас never, это отрицательное слово, поэтому мы nowhere не говорим. My aunt has never flown anywhere. Что такое flown? Это прошедшая форма, не прошедшая, это третья форма глагола fly, летать. Fly, flew, flown. Number thirteen. We've already, видите, они говорят быстренько, поэтому кажется, что они не используют present perfect. Американцы, например, говорят, а американцы не используют present perfect. Они используют present perfect. Только вот сложно услышать это. We've already, мы уже, we've already saw, see, seen, we've already seen this film three times. Когда мы говорим о количестве раз или количестве фильмов, писем, что мы сделали, всегда present perfect используется. Количество любит present perfect. То есть я здесь, я уже трижды просмотрел этот фильм, я побывал в Египте трижды тоже, например, да. I have been to Egypt three times, да. Или I have never been to Egypt. То есть мы как бы начинаем вот такие счеты наши. Если я никогда не был, не был, я скажу I have never been there. Или I have been there two times. Или twice, я могу сказать twice. Или three times. Three times, трижды там был. Или four times, четырежды, да, четыре раза. Four times. Кстати, вот three times это трижды. Иногда говорят thrice, редко говорят, почти никто так не говорит уже. А twice это всегда нужно говорить не дважды, а twice. Нет, two times лучше сказать twice, twice. Один раз once будет, once. То есть еще раз, когда мы говорим о количестве, раз, что мы что-то сделали в принципе в нашей жизни, или сегодня, или вообще, по состоянию на сейчас используем present perfect. We have already, сокращенно we've already seen, In, третья форма глагола see, so seen. We've already seen this film three times. Number fourteen. Don't touch that wall. Не трогай ту стену. Mums, апостроф с, это не is здесь. Когда мы говорим о present perfect, апостроф с, это сокращаться has, потому что мама, это она. Значит, he, she, it, мы используем has. Don't touch that wall. Mums, already, just, yet. Нет, просит не касаться стены. То есть мама вот только что, да, только что. Has just, has just painted it. Has just painted it. Already не нужно здесь говорить, потому что мы подчеркиваем на то, что вот действие вот только что произошло. Вот just означает только, только. Yet нельзя говорить, потому что yet используется в отрицаниях и в опросительных предложениях. Number fifteen. I don't have anything, any, no. Anything, это когда у вас не используется вообще никакого предложения. Вы можете сказать, у меня ничего нет. I don't have anything. Либо же вы можете сказать, I have nothing. Это то же самое. Это означает, у меня ничего нет. Но если у вас предложение построено вот как здесь, I don't have any money, no money to go out tonight, то есть у меня нет денег, чтобы пойти погулять сегодня вечером, tonight, это сегодня вечером, то лучше сказать не I don't have no money. Почему? Вы уже знаете почему. Потому что в английском языке нельзя использовать два отрицания. Don't уже одно отрицание, номер один. А здесь второе отрицание. Нельзя так делать в английском языке. Нужно выбирать. Или мы используем I don't have any money, или I have, тогда don't мы убираем. I have no money. Две опции. Давайте я напишу, какие у вас опции здесь. Можете сказать I have no money. У меня нет денег. I have no money. Или же вы можете сказать I don't have any money. I don't have any money. Вот так. И так, и так будет правильно. I have no money. I don't have any money. So in this case, I don't have any money to go out tonight. Go out, ходить, тусоваться. Ходить, гулять. Здесь пальминная подсказка сразу же. Я вижу when. Когда мы говорим, начинаем предложение вопрос, начинаем со слова when, то мы имеем в виду конкретное время. Да? Конкретное время. Мы говорим о specific time. И если у нас вот это specific time, значит это и ответ в прошлом, значит это будет past simple, не past perfect, не present perfect. Когда у вас вспомогательный глагол в вопросах и отрицаниях, тогда основной глагол будет в первой форме, в инфинитиве даже. Не в первой форме, а в инфинитиве. Когда встретились твои родители? When did your parents meet? Number 17. Charlie Chaplin, who died in 1977, is making, made, has made over 80 films. Вот здесь очень сложный случай. Помните, я вам говорил, что если мы говорим о количестве чего-то, то мы используем present perfect, то есть, например, если я никогда не был в Нью-Йорке, мы скажем I have never been to New York или I have been to New York twice. Я дважды был в Нью-Йорке. I have watched this film three times. Я смотрел этот фильм трижды. Или я написал три письма сегодня. I have written three emails today. Все это прекрасно. Present perfect используется. Но смотрите, present perfect используется, потому что я говорю о себе, и если я сейчас жив, я могу использовать present perfect. Но когда вы говорите о человеке, который уже умер, то есть уже все, это не по состоянию на сейчас, а по состоянию на прошлое. Он уже умер, этот человек. Он больше не сделает никаких фильмов. Вот он сделал 80 фильмов, и все, больше. Это прошлое. Это все. Поезд ушел. Он ничего не сделает, Charlie Chaplin. Он умер. Поэтому здесь, в этом случае, это past simple. Past simple. То есть мы говорим как факт, что Charlie Chaplin, who died in 1977, made over 80 films. Но если, например, Стивен Кинг написал около ста книг, и Стивен Кинг сейчас жив, жив, я скажу, что Стивен Кинг has written over 100 books. Стивен Кинг has written over 100 books. Он жив сейчас. То есть он по состоянию на сейчас 100 книг написал, но это не предел. Может, он еще напишет, еще 20. Number 18. My boyfriend liked going close shopping. My boyfriend not yet has ever has never. Окей. My boyfriend has never, никогда, has never liked, никогда не любил. Вот мы говорим, никогда не любил. У них только одно отрицание должно быть. My boyfriend has never liked, has ever, это не отрицание, поэтому не подходит сюда. Not yet, not yet, еще нет. Как I haven't done my homework yet. Have you done your homework? Not yet, еще нет. Not yet, not yet может использоваться в коротких ответах. Number 19. I've been to Argentina once. Видите, когда мы говорим о количестве раз, мы используем present perfect. вот он, я побывал, мой experience, мой опыт в Аргентине once один раз. I, а дальше, когда мы во втором предложении начинаем говорить детали с какого-то события, которое совершилось, мы будем всегда с деталями использовать не present perfect, а какое-то другое действие. например, я скажу, ты знаешь, что Том купил машину? Have you heard that Tom has bought a car? Really? When did he buy it? Or what color is his car? Something like this. So, дальше мы используем не present perfect, present perfect мы используем только просто, чтобы поделиться новостью. Дальше деталей этой новости будут у past simple. I've been to Argentina once. I to Buenos Aires last year. Я летал в Buenos Aires в прошлом году. Летал будет fly flu. Это past simple, потому что деталь, детали, и потому что last year палевная подсказка для нас. Вот last year здесь написано. Number twenty. I haven't finished. Haven't finished. Я еще не закончил. I haven't finished already. Just yet. То есть, когда мы используем already, мы используем перед глаголом. То есть, I have already finished. Или I have just finished. Вот already и just, они идут вот здесь, перед глаголом. Но yet ставится в конце предложения, ставится с отрицаниями и с вопросами. I haven't finished. Па-па-па. Да. I haven't finished yet. I need two more minutes. Мне еще нужны две минутки. Дальше здесь. Complete the sentences. This book is very bored, boring, bore. То есть, какая книга? Скучная книга. То есть, мы говорим, что предмет может быть скучный. Математика скучная, например. Что еще может быть скучный? Фильм скучный. Да. The film is boring. Math is boring. То есть, the book is boring. Вот. Что-то скучное, и оно на меня насеяло скуку. Да. So, I am bored. Да. Мне скучно. I am bored. Why are you bored? Because the book is boring. Or because the film is boring. Or wow, this book is interesting. I am interested. Вау, эта книжка интересная, я заинтересован. О, например, latest news was shocking. So, I am shocked. То есть, я в шоке, потому что новость была, новости были шокирующие. То есть, если вы говорите о своих чувствах, вы добавляете окончание ed. I am interested. Я заинтересован. I am shocked. Я шокирован. I am excited. Водушевлен. И так далее. Если вы говорите о предмете, который заставляет вас чувствоваться таким, вам скучно, почему? Because the book is boring. So, you add ing. So, I don't often wear black. Я не часто ношу черное. Wear black. Wear black. Это wear. Носить, но и одевать. У них слово одевать и носить. Это всегда будет wear. I don't often wear black. It looks a bit... It имеется в виду it. Black. Черное. Вот черный, он looks a bit, выглядит немножко таким, немножко depressed. Нет. Depressing. Потому что depressing, немножко депрессивным. Я могу быть депрессивным. I am depressed. Но что-то может выглядеть depressing. Депрессивным в плане того, что вот эта вещь на меня навеивает депрессию. So, black is depressing. Черный депрессивный. Поэтому I am depressed. Поэтому я в депрессии. Вот когда иди, я говорю о собственных чувствах. Почему I am depressed? Because the book is depressing. Потому что книга депрессивная. А само слово депрессия будет depression. Здесь оно вообще вообще не подходит. Did you have a weekend? У тебя был какой weekend? Какой может быть? Relaxing weekend. Not relax. Relax. Это расслабляться. We are relaxed. You relax. They are relaxed. Relaxation. Релаксация. Но какой weekend? Какие выходные? Расслабляющие выходные. Relaxing weekend. Number three. You look. Ты выглядишь каким? You look frightened. You look frightening. or you look frightened. Fright. Fright это существительное. Оно точно не подходит. You look frightened. Ты выглядишь напуганным. Да? Ты напуган. Почему? Потому что например вы увидели что-то пугающее. Да? Что-то было frightening. Frightening. Что-то было пугающее. Поэтому вы стали напуганы. You were frightened when you saw something frightening. You look frightened. 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 Sorry. Are you okay? Number four. I am bored. I am boring. I am bored. Мне скучно. Let's do something this afternoon. Давай что-то сегодня будем делать днем. I am bored. Мне скучно. I am bored. Let's do something this afternoon. Why not record a new video for your students? Итак, друзья, пожалуйста, подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Будет еще больше разборов тестов. Делитесь с друзьями. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Пожалуйста, комментарии. Это очень важно. Очень важно. Оставьте комментарии. Все. Дальше двигаемся. Number five. We are going to buy a new TV tomorrow. Мы собираемся купить новый телевизор. Tomorrow это завтра. Не забываем эти слова. Tomorrow завтра, сегодня. Как будет? Вспоминаем, ребят. Tomorrow завтра. Today сегодня. Вчера yesterday. Эти слова нужно знать. So, we are going to buy a new TV tomorrow. I am really excited. То есть, я в таком настроении восхищен. I am really excited. Что же не дождусь, когда мы купим телевизор. Почему? Excited, потому что я говорю о собственных чувствах. Если фильм такой, который делает меня excited, я скажу the film is exciting, но я excited, я могу быть I can be bored, я могу быть bored, мне может быть скучно, I can be frightened, frightened, напуган или excited, воодушевлен. Дальше двигаемся. ABC. to complete the sentence with words about shopping. Говорим о покупках shopping. Do you like shopping? Leave in the comments and tell me about your experience. So, we need to buy a lot of food here. Let's use a checkout, trolley, delivery. То есть, нам нужно затариться очень едой. We need to buy a lot of food here. So, let's use a trolley. Давай будем использовать trolley, это тележка. Delivery, доставка, посылка. Checkout это когда на кассе вы уже выходите с магазина. Make sure значит убедиться. Make sure you have everything before you go to the assistant checkout basket to pay for it all. So, you go to the checkout to pay for it all. So, that's the checkout. Кассы, на выход уже идете. Next, I didn't get this bag in a shop. Я не получил, я не взял, я не купил, я не достал. Вот это get, сложное слово, конечно. I didn't get this bag, я не получил эту сумку в магазине. I bought it, ага, то есть get имеется ввиду, я не купил эту сумку в магазине in a shop. I bought it, я купил ее online, in line, offline. Ну, конечно, онлайн это простое слово. Всегда помните, что clothes это множественное число, это как бы шмотки, шмотки это одежда, но одежда всегда множественное число. Clothes are. The clothes on this website are cheap, bought, stamp, марка send отправлять, delivery доставка, delivery costs стоит 15 pounds, 15 pounds, когда пишете цену, всегда пишите значок валюты и пишите дальше сколько стоит, то есть pounds вначале, значок фунтов, pounds, фунт это pound в английском языке, pound, вот так он пишется, одна penny, это penny, вот так пишется, а дальше пенсии, пошли два, не penny, pennies, two pence, two pence, three pence, four pence, то есть одна копейка, как бы one penny, две копейки, уже будет two pence, и дальше пошло, поехало, three pence, four pence, five pence, etc. Так, pence обозначают, пишут вот так, букву копей, и точка, и точка, да. number nine, I'm taking this phone off to the shop, back to the shop, onto the shop, take something back, это вернуть что-либо, I'm taking this phone back to the shop, я возвращаю этот телефон назад в магазин, почему? it doesn't work, он не работает, он не работает, I'm taking this phone back to the shop, it doesn't work, поэтому я беру обратно, take back, возвращать. number ten, I'd like to buy this shirt, я бы хотел купить эту shirt, рубашку, футболка, будет очень похожее слово, футболка, t-shirt, почему так, потому что футболка напоминает формой букву t, да, футболка, вот такая вот футболочка, она напоминает букву t, поэтому это назвали t-shirt, shirt, слово рубашка означает, so I'd like to buy this shirt, here's, здесь апостерфь s означает is, what, here is, what, here's forty pounds, и ответ thanks, here's six pounds change, here's six pounds change, кстати, six pounds change или six pounds change, как вы думаете, правильный вариант, если кто-то знает правильный вариант, напишите, thanks, here's six pounds, six pounds change, six pounds change, and your receipt bill money, your money, нет, не money, не деньги, вам дают чек, квитанцию, да, bill, это в ресторане вам дают, bill, обычно bills, это счета, коммуналка оплачивается, да, paid bills, оплатить коммуналку, а квитанция, что вы купили товар, это будет receipt, and your receipt, if you want to get a refund, нужно как раз этот receipt и взять с собой, то есть если вы хотите refund, чтобы вам вернули деньги, потому что некачественный товар или что-то с ним случилось, то нужно с собой взять этот receipt, re-sit, пишется receipt, читается re-sit, 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 number eleven, if you are not sure about your size, если вы не уверены, not sure, sure это быть уверенным, be sure, I am sure, я уверен, I am sure, I am not sure, я не уверен, if, если, if you are not sure about your size, касательно вашего размера, вы не уверены, the trying rooms, checking rooms, or changing rooms are over there, over there означает вон там, so trying, checking, changing, trying rooms, понятно try это пытаться, но нет, перемерочное будет changing rooms, change это переодеваться, да, changing rooms, changing rooms are over there, check, проверять, not checking rooms, but changing rooms, next, number twelve, the color of this coat, цвет этого пальто, doesn't, so the color doesn't, me at all, so the color of this coat doesn't, fit me, suit me, match me, fit это когда мы говорим о размере, именно я, что-то маленькое, и что-то большое, тогда doesn't fit me, doesn't fit me, вообще не подходит по размеру, fit me, fit это входить вообще, so for example, I want to take the wardrobe into my room, but the wardrobe is too big, so it won't fit, it won't fit, so the color of this coat doesn't suit, match, match это когда подходит по цвету, а здесь вообще не идет, doesn't suit me at all, doesn't suit me at all, I need to tidy my room, make my room, it's a mess, so I need to tidy my room, tidy это убрать, tidy, I am spending, making, doing a course in Italian at the moment, so at the moment у нас в этот конкретный момент я прохожу курс in Italian на итальянском, здесь, ну, как бы старое выражение do a course, это проходить курс, I am doing a course, I am doing a course, да, здесь нужно понимать еще разницу между гоголом make, да, make это создавать, как бы что-то новое, чего-то не было, и мы создаем, например, не было звонка, we make a call, мы звоним, нет шума, мы создаем шум, make a noise, make a noise, make a noise, make a cake, да, мы печем торт, нет торта, мы печем, а do это как бы делать, что для нас уже заготовлено, то есть нестиранное, не глаженное белье, например, do the ironing, do the washing, do the, ok, what else, do the washing up, например, мыть посуду, курс готовый для нас заготовленный, мы проходим этот курс, we do a course, we can do a course, to do a course, это все означает do, поэтому I'm doing a course in Italian at the moment, number 14, and here we have a question, в 14 у нас вопрос, can you put, can you put what, put off, put up, put away, can you put away your things in the cupboard, put away means спрятать, ты можешь спрятать, сложить вещи в шкафчик, cupboard, это шкафчик, cupboard, как бы cup, чашка и доска, cupboard, number 15, if you want your clothes to look good, если вы хотите, чтобы ваши вещи, clothes, вещи, да, шмотки, в множественном числе одежда, помните, я вам говорю, to look good, чтобы они выглядели хорошо, you need to do some, вам нужно сделать, some washing up, ironing, tidying, tidying, это прибрать комнату, прибрать, убрать, да, washing up, washing, to, washing up, это посуду, как я запомнил, это мыть посуду, up, это нужно стоять на, ну, как бы мыть посуду, это стоять и мыть посуду, то есть стоя делать, поэтому washing up, это мыть посуду, do the washing, это просто стирать, да, вещи, а здесь ironing, if you want your clothes to look good, you need to do some ironing, нужно погладить, don't forget to make, do or have your bed before you go to school, make your bed, застилать кровать, make your bed, don't forget to make your bed before you go to school, не, не забудь, заслать кровать перед тем, как ты пойдешь в школу, number seventeen, it's Thursday night, so you need to make, take, go out the rubbish, take out the rubbish, выносить мусор, so it's Thursday night, сегодня вечер четверка, so you need, тебе нужно вынести мусор, the neighbors, это соседи, the neighbors did a lot of noise last night, were a lot of noise last night, made a lot of noise last night, so make a noise, made a lot of noise last night, made, make noise, not did, not were, were означает было, number nineteen, I need to make a phone call, to take a phone call, to ring, can I use your phone, то есть take a phone call, можно в принципе сказать, но здесь второе предложение, могу ли я воспользоваться твоим телефоном, can, могу, I, я, can I, могу ли я, use, использовать your phone, твой телефон, мне нужно что, I need to make a phone call, мне нужно сделать телефонный звонок, поэтому make a phone call, это сделать телефонный звонок, after dinner, I made, I cleared, I laid the table, and did the washing up, washing up, did the washing up, это помыл посуду, I did the washing up, and after dinner, после, 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 dinner, вечера, in Ukrainian, на украинском, вечере, после вечери, то, что вечером, after dinner, I cleared the table, я убрал со стола, но они говорят, убрал стол, то есть, прибыл, убрал все со стола, I cleared the table, and did the washing up, now pronunciation, here we need to find a different sound, найти звук, который не совпадает, какой же звук не совпадает, смотрите, cinema, proceed, chemist, chemist, потому что в словах грецкого происхождения ch читается как звук k, поэтому, например, будет high tech, это слово, читается на tech, а tech, потому что ch в словах грецкого происхождения, греческое происхождение читается как k, дальше, receipt, с, k, click, auction, auction sites, сайты аукционы, типа ebay, receipt, у нас receipt здесь, так, двигаемся дальше, двигаемся дальше, друзья, j, jumper, teenager, young, здесь читается как j, звук, поэтому young, конечно же, мы будем выделять, young, это не совпадает, jumper, teenager, здесь звук j, jumper, здесь y, young, young, bridge, just, fog, bridge, j, just, forget, g, g, forget, okay, so that's forget, forget, забывать, yet, еще нет, yet, или уже, have you done your homework yet, under, y, a, a, y, a, under, и uniform, ага, здесь yet, y, uniform, часто, когда у вас буква пишется вот такая, скрытый звук y появляется, например, студент, вы имеете student, а student, student, вы произносите student, вот так, student, вот звук you может давать you, звук you, uniform yet, поэтому слово здесь, которое не совпадает, будет under. Now, which word has the same sound, какой звук имеет тот же одинаковый звук, то есть у нас o, phone, и здесь o, shopping customer, clothes, ok, да, yellow, young, young, o, young, не совпадает, chose, прошло, yellow, o, chose, enjoy, chose, конечно, потому что здесь o, звук o, вот такой вот, и здесь chose, вот такой вот, дифтонг у нас, дифтонг это два звука в одном флаконе, два звука в одном флаконе, rubbish, o, lunch, put, student, rubbish, звук o, здесь u читается как звук o, поэтому lunch наше слово, которое соответствует этому слову, just, o, argue, uniform, customer, вот здесь u читается как o, в каких словах еще читается, давайте вспоминать, например, cut, cut, year, ok, yet, year, year, proceed, check out, this year, this proceed, this check out, поэтому check out, мы выбираем, already, ready, re, sit, ready, no, re, sit, depressed, ready, teenager, already, ready, depressed, depressed, так, все, друзья, на сегодня все, спасибо за подписку, спасибо за лайк, и до новых встреч, пожалуйста, можете посмотреть еще видео, разборы, разбираю тесты, поэтому вам будет полезно, если вы не можете понять грамматику, проблемы со словами, я думаю, эти видео будут полезными, все. Пока.